МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стратегические проекты и мусорные коллизии. Глава Дагестана жестко предупредил глав муниципалитетов. Туристические хабы и гостевые дома. Маховик развития туристической отрасли в республике набирает обороты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безопасность на воде. Профилактика и практика спасения снова в центре внимания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ. И я, Мурат Ахмедов. Накануне глава Дагестана встретился с главнокомандующим военно-морским флотом России Николаем Евменовым, который прибыл в республику. Особое внимание на встрече было уделено теме перебазирования Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан. Министр задачу поставил уйти от Астрахани и прийти сюда. Да. Но прежде всего, боевой подготовки вопросов не было. Каспийская флотилия, она как участница... Даже мы слышим, видим, работает. Да, да, да. Основной социальный вопрос. Вот. Но вчера так переговорили, в общем-то... Сейчас переговорим тоже. Да, с командующим, что все решается. Ну, есть задачи, они будут решены. Кроме того, Николай Евменов поделился планами относительно проведения в Дагестане военно-морского парада. Владимир Васильев озвученную идею поддержал. Потому что здесь история, вы знаете, есть. Не самая приятная, далеко трагическая. Поэтому мы очень аккуратно к этому относимся. Ну, а вот военно-морского было бы, конечно, очень уместно, красиво. С этого надо начинать. Да, и все позволяет. Да, да, да. Конечно. Тем более, сейчас такой опыт на работу. Вот вы показали по Питеру, это здорово. Затем у главы Дагестана состояла встреча с заместителем командующего войсками Национальной гвардии по Северо-Кавказскому округу Михаилом Романовым, на которой главе республики был представлен новый командир 102-й бригады оперативного назначения в Махачкале. Им стал полковник Дмитрий Чистяков. В Дагестане площадки, предназначенные для размещения мусорных контейнеров, распроданы под строительство домов и магазинов. Об этом глава Минприроды Дагестана Набиулла Карачаев заявил на совещании в Махачкале. По словам профильного министра, главы муниципалитетов на местах должны были вовремя подготовить схемы площадок под мусорные контейнеры. Однако никто этого не сделал. Комментируя эту информацию, глава Дагестана заявил, что будет спрашивать за провалы в данной сфере. «Я буду разговаривать с главами так, как раньше не разговаривал. Готовьтесь к этому», – предупредил Владимир Васильев. «Карту наших свалок. Их нет в горных районах. На нашей карте. Обратите внимание. Их нет, но они есть. Понимаете, о чем я говорю? Наши ущерби. Серьезнейший вопрос». Владимир Васильев обсудил с Кабмином республики масштабные стратегические проекты, реализуемые сейчас в Дагестане. Особое внимание было уделено сфере туризма. Так, первые шаги на этом попище уже сделаны. В частности, проводятся работы по созданию гостевых домов и туристических хабов. Уже в пяти районах республики туристы могут посетить новые площадки. Всего будет создано 10 туристических хабов. О том, какая ситуация сложилась в отрасли в контексте задач, поставленных руководством республики, доложил глава профильного ведомства Расул Ибрагимов. Владимир Васильев, в свою очередь, положительно оценил работу Ментуризма. И напомнил, что в приоритете должны быть инвестиции, рабочие места и налоговые поступления, а также повышение уровня оплаты труда. Я вот слышал сейчас в выступлении, одном из первых, что заработная плата в туризме выросла. Сколько средняя заработная плата у нас в этом году? Если вы располагаете, а была какая? Клата 19. Коллеги, вы, наверное, тоже слушаете, да? Слушайте, пожалуйста, смотрите, как так все работает. Понятно. Вот очень важный момент по поводу неприятия. Там, помните, выращивание рыбы было, да? Против были люди. Сейчас нашли понимание по рыбе? А я относительно дана с Артем Сеевичем, другим руководителем, был у нашего муфти, глубоко уважаемого. И он даже говорит, что вы вот когда туризм организуете, он уже тоже все слышит, все, ума все слышит. Вот, муфтиян все понимает, знает и поддерживает наше правильное решение. Кстати, переживают за это и способствуют всячески. Так вот он говорит, вы направляете турпотоки в мечети. Правильно? Да, в нашей легендарности. И сколько людей продали сегодня, да? Вот что вы рассказываете, газель за два дня, абрикосов, да? Таких надо много, чтобы люди рассказывали реальных историй из жизни. Понимаете, что это значит? Коллеги, вот это ровно то, что делает большое собрание людей, проживающих, народом. Понимаете, единение, посадка деревьев, решение вопросов, понимаете, туристический поток, чтобы ушел не в наказание, а на пользу людям. Отправиться в увлекательное путешествие в горы им не помешали ни возраст, ни болезни. В рамках проекта «Социальный туризм» Министерства труда и социального развития Дагестана больше десятка пенсионеров отправили в Дахадаевский район. Подробнее об их приключениях в сюжете Гарины Баталовой. Дух авантюризма и жажда новых ощущений – все это, похоже, свойственно не только молодежи. Эти дагестанские пенсионеры-туристы решили посетить исторический памятник Калакарейш – средневековую столицу Кайтакского уцмийства. Набибулла Сулейманов здесь не впервые. В молодости объездил весь Дагестан. Желание узнать новое, а потом делиться впечатлениями с внуками – вот что привело Аксакала к святыням древности. Вчера позвонили, вот так едем. Можешь ли приехать? Я говорю, у меня 80 лет, я говорю, могу. Приехал. Я сам езжу. Не то, что в Каракурейш. По всем селениям района езжу. Даже езжу в другие селения. Я был в Цумадинском, Гердебельском. Прослушав историю гида о Карейшитах, пожилые туристы отправляются в следующий пункт – в селении Кубачи. В местном музее их интересует каждый экспонат. Все не случайно, ведь маршрут путешествия пенсионеры выбирали сами. В группе 13 человек. Все подопечные комплексного центра социального обслуживания населения Дахадаевского района. Когда наблюдаешь за ним, очень большая заинтересованность у пожилых людей к этому виду. Поэтому мы на базе отделения дневного пребывания открыли новые технологии социальный туризм. Это довольно интересный проект для пожилых людей, которые не имели возможности путешествовать по своей республике. Сейчас есть возможность посмотреть красоты, достопримечательности родного края. Вместе с тем это дает определенный заряд энергии, бодрости. Вот это и есть как раз то самое продление активного долголетия наших граждан, которое реализуется через проект, национальный проект «Демография». До конца этого года специалисты центра также планируют организовать для своих подопечных социальную туристическую поездку в Дербенскую джума-мечеть. Карина Баталова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Дахадаевский район. Удаленные села Дагестана оснастят высокоскоростным интернетом. Делиться впечатлениями в социальных сетях о новых и уже полюбившихся местах нашей республики станет легче. Проект устранения цифрового неравенства охватывает 309 населенных пунктов, среди которых и села Акушинского района. О туристическом потенциале и новой связи с цифровым миром в сюжете Луиза Раджабовой. Прокладка магистральных линий и установка оборудования доступа. Этот базовый этап не так прост, как кажется. В горах свои особенности работы. К примеру, волокно не укладывается в грунт, а крепится воздушными подвесами на линиях электропередач. Основная часть, где были трудности, это вот, как вы видите, здесь деревья у нас, огороды, где не проедет техника, только вручную, она уже пройдена. Сейчас они делают монтаж, устанавливают крест для того, чтобы в дальнейшем установить муфты. С 2014 года Ростелеком реализует проект цифрового неравенства. Он предполагает внедрение широкополосного интернет-канала. Программа охватывает 309 населенных пунктов. В текущем году около 100 сел получат совершенно новую связь. В этом году планируется подключить 98 населенных пунктов. Это, если начать с Юждага, Кайкенский, Магарамкенский, Кайтакский, Докуспаринский. В центральной части это Акушинский район, Левашинский, Хунзахский, Гиргебельский и Гунибский районы. Мы продолжаем развитие программы УЦН. И на этот год мы запланировали в Акушинском районе подключить 16 населенных пунктов. Это от 250 до 500 человек. То есть мы сейчас прокладываем магистральные волосы. До конца года мы подключим Wi-Fi. И до 100 метров, в радиусе до 100 метров будет бесплатный Wi-Fi. Тем временем Акушинский район живет не только интернетом. Здесь развивают сферу туризма. Безусловно, в месте многочисленных палеонтологических находок, в том числе и древнего Яхтиозавра, туристам будет чем поделиться на своих страничках в соцсетях. Вот это Яхтиозавра находится, это находка с Акушинского района. Рядом здесь место с Чурчума. Это уникальная находка. Один метр находка, чего стоит с этого разводить. Развитие туризма в Акушинском районе благоприятно повлияет на местных мастериц. Благодаря их изделиям, туристы смогут забрать с собой частичку Дагестана. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, что вы именно делаете, какую вот работу? Вот шарфики вяжем, паутиночки из козьего пуха. Можно вязать такие платочки, паутиночки. То есть турист может забрать с собой на подарок? Да, каждый турист может с собой на подарок собрать. Вот носочки вязанные. Жилетки детские любви, вешать пинеточки, много чего вяжем. А из шкур можно папахи, тоже берут на подарки. Дегустация национальных блюд, мастер-классы народных промыслов, знакомство с национальной кухней. База на 16 мест расположена в живописной местности, в Сосновом лесу, где бьет родник. Есть огромное количество туристов, которые увлекаются палеонтологией, археологией, как вы изначально сказали, и будут приезжать. И это направление тоже нужно развивать в республике. Здесь все условия созданы, инфраструктура вся создана. Есть размещение 15 коек мест. Это, грубо говоря, на один микроавтобус. Туристская группа может заранее забронировать. Питание здесь очень хорошо организовано. Вода и окружающие местности, Сосновый лес, все благоприятство для развития. Туристический потенциал Акушинского района откроет новые возможности для сельских поселений. А для туристов, в свою очередь, скоростной интернет послужит хорошим бонусом. Луиза Раджавова, Гаджи Магомедов, Новости ННТ, Акушинский район. И к другим темам. В медицине профессия хирурга считается самой экстремальной. Кроме глубоких теоретических знаний и твердой руки, на практике необходимо еще одно качество. Искреннее сострадание и желание помочь. Стать таким врачом может далеко не каждый выпускник медицинского вуза. О человеке, который не мыслит себя вне работы и по-настоящему любит профессию. Сюжет наших коллег. Запах медикамента в яркий свет и вид операционной, от которого у многих волосы дыба. Но только не у врачей отделения сочетанной патологии второй городской больницы. Здесь точно знают, как помочь экстренно поступившим больным. Пять операций в день для местных хирургов норма. И все они проходят удачно. Большая часть сложных вмешательств – это дело рук молодого специалиста. Магомед Салама Тьмир Балатова. Каждое утро он начинает с обхода пациентов. Ну, как делать все? Как самочувствовать? Пить это как? Ну, так, нормально. Магомед Салама Тьмир Балатова сделал операцию. И вот уже такой день. Второй день, чувствую себя отлично. Хожу, пока соблюдаю диету. Немного воды, а так все хорошо. Агрую на спасибо, конечно, хирургу. Магомед Салама Тьмир Балатова сделал отлично. Все вообще ничего не чувствовали. Благодаря современным технологиям 80% всех хирургических манипуляций в отделении сочетанной патологии проводится лапароскопическим методом. Где-то 1100 операций было выполнено в этом хирургическом отделении, где базируется 30 хирургических коек. Это достаточно высокий объем оперативных вмешательств. Вот он, Магомед Салам Джамбулатович, я не побоюсь этого слова, он молодой, перспективный хирург, специалист. И в плане практическом здравоохранения, и в плане научном, он является какой-то степенью украшением сегодня для нашего лечебного учреждения. Очень много пациентов к нему идут адресно, выполняют все виды хирургических вмешательств и выполняют очень хорошо и блестяще. Операция проводится через маленькое, около 15 миллиметров отверстие с помощью специальных инструментов. А точно до мелочей видеть происходящее во время процедуры хирургу позволяет лапароскоп, который оснащен видеосистемой. Запасная данная методика становится исключительно в руках профессионалов. В принципе, все оперативные вмешательства у нас, вплоть даже до кишечной непроходимости, гемикулактомии, мы стараемся это выполнять лапароскопически. Условия у нас очень даже достаточно комфортабельные, оборудование достаточно хорошее. И вот раньше лапароскопических операций, вот за последние 4-5 лет доля оперативных вмешательств лапароскопических в нашей больнице увеличилась. И в среднем где-то 85% оперативных вмешательств они выполняются у нас лапароскопически. Это вот благодаря современной технологии, оборудованию, которое у нас есть в больнице, нам позволяет выполнять эти операции лапароскопически. Про такого говорят хирург от бога. Еще в детстве он точно знал, что станет врачом. Как и любой другой мастер своего дела, он отдает профессии почти все свои силы и время. Для него это не работа, а часть жизни. Поэтому выезжать никуда не стремится. В планах только родной Дагестан. Все устраивает, все достаточно. Те же оперативные вмешательства они выполняют. Мы можем здесь выполнить для чего. Лучше развивать свой регион, свои больницы, свой край. Потому что я на самом деле патриот своей республики. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Школьные расходы в этом году выросли в среднем на 2,5 тысячи рублей по сравнению с прошлым годом. Такие данные предоставляет Росстат. Магазины и рынки полностью готовы к школьному буму. А вот готовы ли родители – вопрос другой. Сколько стоит собрать ребенка в школу в Дагестане? И на чем чаще всего родители пытаются сэкономить, чтобы уложиться в свой бюджет? Все ответы у Патима Тханаповой. Конец августа. Для родителей и школьников – это горячая пора подготовки ребенка к учебному сезону. На вешалках красуются детские блузки, пиджаки и рюкзаки. Тетрадки с дневниками аккуратно сложены в стопки. Ассортимент с каждым годом растет. Впрочем, как и цена. В этом году средний школьный чек вырос на 2% по данным Росстата. Но несмотря на это, девиз некоторых родителей – ни в чем ребенку не отказывать. Признаюсь честно, на школе я не могла экономить. У меня и ребенок один, и сборы в школу всегда как праздник был. К этому мы заранее готовились. На это могло уйти не одна, не две зарплаты, иногда даже три. Портфель всегда брали такой, чтобы осанку ребенку держать было проще. Вместительный, конечно. Что вы в основном тратите на книги? Сейчас в основном на констовары. А на одежду? На одежду уже потратила. И все, констовары, и вот только юбка с куфтой. Больше остальное все у нас есть. То есть вы не экономите абсолютно? Ну не знаю, я так думаю, что 2015 выйдет. Родители собирают детей в школу по-разному. А значит, итоги денежных затрат тоже будут разниться. Некоторые признаются, что баловать детей не всегда получается. Покупают только самое необходимое. Всегда экономим. Потому что книги, все остальное покупаем. На сей день. Правда, матч уже 9-й класс пойдет. Конечно, уже начали покупать. А на что больше всего уходило денег? На что вы пытались экономить? Честно говоря, на книги, на эти. На констовары. На констовары лучше. Даже не констовары. Книги. Конечно, не дешево. Вот в среднем сколько вы тратили на одного ребенка, чтобы собрать его? Ну почти до 10 доходило. А вы пытались на чем-то сэкономить? Не было бы. Например, на чем? Может на одежде? На констоварах или на книгах? Нет, на книгах нет, конечно. Может на одежде где-то, чтобы купить уже. Если не в этом месяце, то в следующем. Дорого не всегда качественно. Это признают и продавцы школьных товаров. Поэтому, если ваш бюджет относительно небольшой, то всегда можно найти альтернативный вариант. Ближе к сентябрю, конечно, родители тратятся больше на своего ребенка, нежели чем весь год. Берут весь школьный инвентарь. В принципе, можно закупиться как на 5 тысяч, так и на 15. То есть каждый родитель сам выбирает, на какую сумму ему закупиться, какого качества или какой фирмы. Мне кажется, самый дельный совет – это не всегда стоит думать, что цена – это всегда. Ну то есть чем выше цена, тем выше качество. Можно и российские фирмы брать спокойно, ну отечественное производство и не переживать, что ваш ребенок будет хуже. То есть все то же самое, только в разных упаковках. На этом не стоит заморачиваться. Единственное, на чем нельзя экономить, по словам экспертов, это учебные тетради и книги. Здесь, если вам важно здоровье вашего ребенка, нужно уделять внимание их качеству. Рабочие тетради школы России, например, 95% по ним занимаются у нас в регионе, да и по всей России. А вот чем отличается подделка от настоящего? Как это нужно определить? Во-первых, там обложка мягкая, там месяц-два проходит, они вот так скручиваются, а оригиналы, они твердые. И какие-то темы могут не совпасть, там, и бывают такие моменты. И самое главное, вот чернила, там свинец несколько раз превышает норму. А свинец мы знаем, что это очень вредно для зрения, для здоровья наших детей. Такие тетради, ксерокопии, да, грубо если сказать, для своих детей я бы не взял бы и без фазы. С книгами в этом году, по словам родителей, дела обстоят лучше. Министерство образования обеспечило практически все школы учебниками. Покупают, но все же редко. В этом году, как никогда, было снабжение школ учебниками, но, к сожалению, до всех они не дошли. В этом сезоне мы даже учебники не закупали, думали, что вообще 100% будет снабжение в регионе. Но, к сожалению, не до всех они дошли. Нудят, спрашивают учебники, говорят, до нас не дошли. Но в этом году это намного лучше ситуация, чем в прошлых годах. Сборы ребенка в школу могут быть не такими страшными и затратными, как вы это представляете. Главное в этом деле – правильный подход, отмечают психологи. Если вы подойдете к этому процессу с умом, то ваши нервы останутся целы, а семейный бюджет не так сильно пострадает. Ватимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Вместо букетов к первому сентября – деньги больным детям. Уже во второй раз в Дагестане проходит акция «Дети вместо цветов». Насколько готовы родители и учителя отказаться от пышных букетов на торжественной линейке в пользу маленьких пациентов, выясняли наши корреспонденты. Унылое увядание в ведрах. Именно такая судьба ждет пышные букеты после праздника. Многие преподаватели это понимают, поэтому с радостью присоединяются к акции «Дети вместо цветов». Хотя, казалось бы, они должны быть основными противниками, ведь вместо десятка букетов учитель получит лишь один. Сейчас, когда Инсант предложил мне принять участие в этой акции «Дети вместо цветов», я подумала, ну почему бы нет? Что такое, значит, цветок получает учитель и через два дня он завянет. А так, хоть какая-то помощь будет от нашей школы, от нашего коллектива этим детям больным. Преподаватели сами предлагают родителям поучаствовать в акции. Ведь люди часто боятся обидеть учителя, считая, что отсутствие большого букета у их ребенка напрямую повлияет на отношение к нему. Но, как признаются сами учителя, доброе дело радует их намного больше. Поэтому многие с удовольствием присоединяются к акции «Дети вместо цветов». Я думаю, что дети гораздо важнее цветов. И если можно что-то сделать для детей, это нужно сделать, чем уделять время цветам, внимание цветам. Детям больше внимания нужно уделять. Чем вот эти цветы, которые зачахнут на следующий день или через пару дней, намного важнее жизнь ребенка. На самом деле, эта акция имеет глубокий смысл. Чем вот эти цветы покупать, которые они заглянут. Лучше эти деньги детям отдать, больным, которые нуждаются. Буквально через пару дней на 1 сентября вместо букета в руках их детей будут специальные шарики и флажки, которые не просто украсят праздник, но и напомнят о добром деле. Ведь сэкономленные деньги переведут тем, у кого по состоянию здоровья торжественной линейки быть не может. Вот уже 10 лет маленькому Саиду ежедневно делают перевязки. Обычные медицинские бинты не подходят. Когда их снимают, кожа отходит вместе с ними. Нужны импортные, немецкие. Стоят они недешево. Ежедневные уходы таким ребенком обходятся в 60-70 тысяч рублей в месяц. Вот эта одна повеска может рублей 800 стоить. Каждый день это нужно. Да, ну ты ставишь ее, крем ее, потом сверху идут веточки, идут медоконные. Потом это много чего, пока до бинта дойдешь. Деньги, собранные в акции «Дети вместо цветов» пойдут на помощь малышам с булезным эпидермолизом. Болезнь до сих пор не поддается излечению. Но если диагноз был вовремя поставлен и человеку оказывают правильный уход, то больной сможет нормально жить. Подробнее об акции можно узнать у организаторов, подзвонив по номеру, который вы видите на своих экранах. Карина Баталова, Камиль Магаев, телеканал ННТ, Пахачкала. В Дагестане младенческая смертность снизилась на 21% за первое полугодие текущего года. Таких результатов, по словам специалистов, удалось добиться благодаря нацпроекту здравоохранения. Показатель летальности для детей до года в настоящее время таков – 6 детей на тысячу рожденных живыми. В прошлом году их было 8. Как объясняют в Минздраве, достичь таких результатов удалось благодаря комплексному подходу к решению проблемы. Это и подготовка квалифицированных кадров и внедрение современных технологий. Дагестанские вольники попробовали свои силы на песке. Впервые в Махачкале прошло первенство и чемпионат республики по пляжной борьбе. Турнир на городском пляже вызвал повышенный интерес у зрителей и отдыхающих. Сильнейших в восьми весах определяли юниоры и взрослые, в числе которых были медалисты первенств мира разных лет. Согласно правилам, в пляжной дисциплине запрещен партер. На песке высоко оцениваются амплитудные броски. В самой конкурентной по составу весовой категории – до 80 кг – триумфатором стал Магомадий Бергаджиев. Махачкалинца признали лучшим борцом турнира и вручили ему велосипед от одного из спонсоров. Яркое, веселое и в то же время поучительное представление на берегу моря смогли увидеть жители из Бирбаши и гости города. Там отметили закрытие пляжного сезона спортивно-массовым мероприятием «День безопасности на воде», которое организовала местная администрация МЧС Республики. Хамзан Урмагомедов с подробностями. За время купального сезона в этом году в республике утонуло 13 человек. Семеро из них – дети. Причина тому – несоблюдение простых правил безопасности. Организаторы уверены, подобные мероприятия позволят сократить количество несчастных случаев на воде. Наглядно показывают, как оказывают первую помощь, где следует купаться, где не следует купаться. Например, сегодняшний пляж – он оборудован. Есть буйки, есть медицина, есть спасатели – более 15 человек, где могут оказать профессиональную, квалифицированную помощь. После торжественной части зрителям устроили захватывающие выступления по кайтсёрфингу. Желающие смогли прокатиться на банане, моторных лодках и квадроциклах. Сотрудники МЧС показали ребятам силы и средства, которые они используют, чтобы спасать людей и оказывать помощь. Кроме того, для дополнительной мотивации соблюдать правила безопасности мальчишкам и девчонкам подарили футболки с надписями. У нас действительно проблема возникает, безопасность, потому что основная масса людей, которые к нам приезжают, это в Северо-Кавказской регионе, с детьми, с семьями. И всё время происходит, что они оставляют, без детей, без внимания уходят, море, волны, не зная, приезжая в первый раз. И в связи с этим у нас с утра, с раннего, с рассвета и до последнего отдыхающего здесь круглосуточно работают спасатели. Спасатели, которые закреплены за городом Избирьбачьим. Отдыхающим представили развлекательную программу. Аниматоры в костюмах Нептуна и Русалки с юмором и выдумкой радовали детей. На праздники работала полевая кухня, и все желающие пробовали гречневую кашу, чай, кофе и многое другое. Хамза Нурмагомедов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Избирьбаш. Рискнул своей жизнью, чтобы спасти чужие. Молодой дагестанец из села Цугни Акушинского района спас от, казалось бы, неминуемой смерти трех тонущих в Каспийском море девушек. История, благодаря смелому Камалу Курбанову, закончилась благополучно. Все подробности в нашем сюжете. Я благодарна, потому что я просто не представляю, что было бы. И дай Бог здоровья им, таким вот людям, как они. Я считаю, что таких людей надо не то, чтобы благодарить. Как говорится, страна должна знать своих героев. Это Амината Курева. Со слезами на глазах благодарит Камала. Если бы не он, признается женщина, она бы потеряла двух близких людей – дочку и снохом. Они с роднёй Дагестан приехали из Чеченской республики на отдых. Эту поездку, по словам гостей, они теперь навсегда запомнят, как время, когда им подарили вторую жизнь. Тяжело это всё вспоминать. Очень даже. Дочка моя, её накрыла волной, оказывается, волной её унесло в море. С нога кинулась её вытаскивать. И обе они вроде бы, по разговору, по словам, они вроде бы ушли обе под воду. И Курбанов Камал, как я потом уже узнала его имя, фамилию, он побежал их спасать. Третья девушка отдыхала в тот день на берегу. Она и увидела тонущих, и первая поспешила на помощь. Но позже и сама оказалась в зоне риска. С ней связаться нам не удалось. Но с её сестрой мы поговорили. Она одна из очевидцев. В один момент были слышны очень такие, знаете, крики страшные. Видно было, что девушки двигаются неадекватно, вот на самом деле тонут. И в этот момент действительно страшно. Но моя сестра бросилась в воду. И в эту секунду, я даже не знаю, где был Камал, но он очень быстро оказался в воде. И этих троих девушек он вытащил. Калимат – врач по образованию. Студентка ДГМО. Она и оказала первую медицинскую помощь. Девушка признаётся, подумать не могла, что её первый опыт будет таким. Уже на выходе из моря они были в бессознательном состоянии. Пришлось оказать им первую помощь. Действительно, я считаю, это героический поступок. Троих девушек такие волны. Не каждый, я думаю, смелится. Сам Шакамал не считает свой поступок героическим. Говорит, что это долг каждого. А в его случае не только гражданский, но и профессиональный. Парень – военнослужащий по контракту, а в прошлом работал в МЧС. В настоящее время девушки чувствуют себя хорошо. В телефонном разговоре признались, психологически сложно всё вспоминать. Однако за кадром делятся, что признательны всем, кто им помогал. Что будут помнить и благодарить за спасённые жизни. Патемат Ханапова, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ. Махачкала. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья. Редактор субтитров А.Семкин